Добрый день! Я хотел представиться. Я директор астрономической обсерватории имени Василия Павловича, глигарта, профессора Института физики, Дефедев Юрий Анатольевич. И сегодня наша небольшая лекция будет посвящена вот такой теме, сколько стоит астероид. На самом деле я хочу отметить, что это очень интересное направление. И в начале нашей лекции хочу сообщить, что если раньше у всех космических держав мира была направленность быть первыми в космосе, ну первыми в космосе был Союзский Союз. И спутник первый, и первый человек, и первый выход в космос, и первая женщина. В общем, одним словом, мы везде были первыми, но на Луне немножечко мы тут запоздали. Но об этом я там еще расскажу дальше. Я хочу отметить следующее, что сейчас другая направленность, экономическая. То есть экономический аспект освоения космического пространства. Ну также следует сказать, что видите, допустим, в настоящее время человечество потребляет 17 тераватт энергии в год. А что будет дальше? Население все время увеличивается. Разумеется, увеличиваются и энергозатраты. Хотя Кардашов Николай Семенович в свое время говорил, что если вы хотите увидеть новую цивилизацию где-то в космосе, нужно посмотреть, как там тратится энергия. Если она полностью в системе потребляется, значит там высокоразвитая цивилизация. Ну я немножко другого мнения придерживаюсь. Тем не менее, у нас на Земле, что бы ни говорили о зеленых технологиях и так далее, вот это Н, еще раз говорю, благосостояние увеличивается в Африке, Китае и так далее. И вот это вот количество потребляемой энергии все время будет увеличиваться. Поэтому мы также должны обратить внимание, что, в общем-то, выделяется достаточно большое количество газов в атмосферу. Все это приводит к тому, что мы близко очень от проникового эффекта находимся. Ну и вот как раз мы были в НАСА с моим аспирантом в свое время, и там обсуждалась вот эта вот тема, как же добывать ресурсы полезные из космоса. Ну я хочу отметить, что вот видите, что вообще-то здесь вот несколько лет назад предполагалось, что выход тот должен быть, чтобы из космоса к Земле пригонять соответствующие астероиды. Вот, допустим, здесь мы видим астероид 300 метров в диаметре, вернее, в длину. И, разумеется, там, допустим, он, если имеет размер 1,5 километра, содержит различные редкие металлы, общей стоимостью 20 триллионов долларов. То есть один астероид — это весь долг практически Соединенных Штатов Америки. Там, правда, немножко побольше, но тем не менее. Была такая программа, она и сейчас существует, так, вот захватывать маленькие такие ловушки астероиды и перегонять их на орбиту околоземную, для того, чтобы уже здесь мы могли это все освоить, разработать и, в общем-то, использовать в нашем народном хозяйстве. Также, вот видите, эти астероиды могли быть только размером где-то 7 метров. Ну и такой астероид, в принципе, мог содержать столько некоторых редкоземельных металлов, что человечество схватило бы на много-много десятилетий. Только такого вот маленького астероида всего лишь 7 метров в диаметре. Ну и, разумеется, вот здесь как раз на данном слайде показано, что, в общем-то, вот Goldman Sachs опубликовал прогноз, согласно которому через 20 лет добычи резервы платины, меди и николя исчезнут. И через 40 лет невозможно будет делать, допустим, вот такие вот конструкции, как вот этот мой сотовый телефон. Более того, хочу сказать, вот такой телефон уже нельзя будет делать через 15-20 лет, потому что те редкоземельные металлы, которые сюда входят, а поставщики только в основном сейчас Китай и Россия, ну все иссякнут. Поэтому откуда брать? Опять-таки вопрос. И вот видите, здесь как раз показано, что ваших гаджетов не будет существовать в принципе. Выход какой? Добывать полезные ресурсы в космосе. Соответствующим образом не только на астероидах, но также на нашем естественном спутнике Луне. Луна – фабрика энергии для Земли. Но это действительно так или нет? Давайте с вами посмотрим. Вот, допустим, лунный гелий-3. Академик Галимов Эрик Михайлович, кстати, он много делал телемостов для молодежи, вопросы у нас в Казанском университете мы задавали, он все время был приверженец теории, что именно будущее нашей энергетики – это гелий-3 на лунной поверхности. И если мы научимся это вещество там добывать, транспортировать на Землю и здесь перерабатывать, то мы увидим, что вообще-то вот эти проекты приведут к тому, что одна тонна гелия-3 по энергетическому выходу – эквивалентно 20 миллионов тонн нефти. То есть приведем одну тонну гелия-3 и, пожалуйста, 20 миллионов тонн нефти у нас в кармане. Ну, разумеется, я хочу отметить, что технологий пока для такого вот действия нет разработанных, пока невозможно понять, как гелий-3 превращать в энергию, но придется человечеству в этом направлении двигаться, потому что больше просто выхода не будет никакого. Также, в общем-то, мы опять-таки обращаемся к Луне. И следует отметить, что Луна содержит огромное количество полезных ископаемых. Но я говорю еще раз, полезные ископаемые – это для Земли, в космосе – это полезные ресурсы. Полезных ресурсов мы с вами в дальнейшем увидим, сколько там это содержится, опять-таки, в долларовом эквиваленте. Но на Луну падало огромное количество медленных астероидов. Что такое медленные астероиды? Это астероиды, которые падают на поверхность Луны со скоростью где-то 12 километров в секунду. Это называется медленный ударник. Он падает с такой скоростью, и если он действительно такой, то практически весь он остается около поверхности нашего естественного спутника. А раз остается около поверхности, то, разумеется, его можно там и разрабатывать. И вообще-то, все вот эти базы, которые хотят разместить на Луне, именно нацелены вот на это. То есть, никаких задач, мы приехали, мы тут жить будем, мы тут флаг поставим. Нет, задача только одна. Может быть, роботизированные, разумеется, эти конструкции будут. Почему роботизированные, я дальше скажу. Но самое главное, то, что именно в фабрике на лунной поверхности, кто будет первым, тот и получит вот эти все плюсы и бонусы, которые находятся у нас на естественном спутнике. Еще раз повторяю, на Земле все скоро будет под большим вопросом. Я не говорю там про нефть, про газ, это еще, скажем так, на столетие может хватить. А вот уже остальных таких полезных ресурсов, полезных ископаемых, как редкоземельные металлы, это буквально при вашей жизни все начнет уже исчезать. Ну вот здесь мы с вами видим кратер, который образовался от падения именно медленного астероида. Я хочу сказать, что все вот эти вот направления, о которых я говорю, как раз наша научная группа разрабатывает в Казанском университете. Вот сейчас мой аспирант, он как раз занимается тем, что его программа нейросетей определяет, какие вот эти вот кратеры именно являются ударниками от медленных астероидов, и какие там могут, в принципе, быть сосредоточены полезные ресурсы. Ну вот здесь мы с вами видим падение метеороида на поверхность Луны. Ну я хочу сказать следующее, конечно, таких взрывов, как на Земле, мы там не увидим, потому что звуковая волна не распространяется, атмосферы на Луне нет, но тем не менее увидим, что такие вот события происходят в настоящее время тоже с завидной чистотой. Вот еще один кратер, который как раз образовался от падения медленного такого астероида. И, разумеется, здесь еще одна проблема. Дело в том, что очень много пишут, что вот на Луне там будет обитаемая база, где будут жить люди, и соответствующим образом там будет какой-то такой автономный организм сосредоточен. Я хочу сказать следующее, что человек, к сожалению, на Луне жить не может. И больше того скажу, ни в какие полеты на Марс, мы с вами увидим, тоже осуществляться так же не могут. Это все вот придумки маска и так далее, это все ерунда. Я хочу отметить, что, тем не менее, где-то 2-3 недели человек на Луне находиться может. Ну, причину, почему не может, я дальше озвучу. Но я хочу сказать, что вот такое количество дней там, в принципе, на обитаемой базе могут быть. Ну, и у нас называются космонавты, у американцев астронавты, а у китайцев, конечно, никто из вас никогда не слышал, называются тайконавты. Ну, так вот, какое-то время они там могут жить, настраивать роботов, которые все добывают. Ну, и, соответствующим образом, самое дорогое, самое дорогое, что нужно транспортировать на Луну, это вода. И поэтому вот сейчас, в настоящее время, вот, к сожалению, неудавшаяся наша миссия, российская Луна-25, где тоже мы приложили, в общем-то, достаточно много усилий для того, чтобы координатное временное обеспечение для нее писать. Но там, опять-таки, датчик не сработал. Вот из-за этого многомиллиардный проект и накрылся. Но не в этом дело. А дело заключается в том, что как раз вот эти все будущие миссии, которые сейчас осуществляются, допустим, Индия там посадила на Южном полюсе, почему на Южном-то? Больше того скажу. Сейчас ведутся вот как раз разговоры о том, что нужно и на Северном, и на Южном полюсе, вот эти, как бы, первые, чтобы миссии при Луне не осуществили. Потому что именно на полюсах и есть наносной лед. По крайней мере, какое количество, непонятно точно. Но вот по вычислениям предварительным, там огромное количество этого льда сосредоточено. И его можно, разумеется, использовать как воду. Это очень важный такой вот момент. Если мы говорим про экваториальную зону Луны, там льда нет. Солнце все давно выветрило. А вот на полюсах она могла очень даже хорошо сохраниться. Почему? Потому что, вот видите, вот в желтом это солнечные лучи. И когда кратер глубокий, то эти солнечные лучи как бы идут покасательны, и лед остается отложение льда в грунте, сохраняется. Поэтому воду доставлять на Луну на полюсах не обязательно. Хотя это не очень самое, вернее, не очень хорошее место для прилунения. Тем не менее, из-за воды как раз там сейчас и идет такая эпопея прилунения всех миссий космических агентств мира. И у американцев сейчас направлено на полюса все проекты, и у России тоже полюса. Дальше сейчас луна 26-27 будут, я об этом еще скажу, и у американцев, ну и, разумеется, у китайцев. Вот здесь опять-таки показано, где эта вода может быть сосредоточена. И, разумеется, уже были такие эксперименты, то, что спутники просто роняли в кратер на Луне для того, чтобы посмотреть, действительно молекулы воды будут выброшены из этого кратера или нет. Первый эксперимент он показал, да, пары воды есть, но оказалось, что воду зафиксировал как раз прибор, который был изготовлен у нас в Лавочкино. Но эта вода оказалась именно в самом этом аппарате. То есть сам у себя зафиксировал эти молекулы. Но потом дальнейшие эксперименты показали, что да, вода на Луне присутствует. Ну, видели, да, разумеется. Хотя есть теория, что на Луне была и атмосфера. Ну, воды, может быть, не было, но атмосфера существовала когда-то. Вот, пожалуйста, вам за 7 лет ЛРО, это миссия последняя НАСА, оказалось, что 222 новых кратера. То есть на Луну все время падают объекты достаточно большого размера. Вон там, видите, мы взрыв на правом сверху видим слайде. Так, как раз падение вот такого объекта. То есть 222 это образовалось всего лишь за 7 лет. А сколько их образовалось за миллиарды лет? Ну, вот опять-таки здесь, видите, я, как вам говорил, медленный астероид здесь падает. И, разумеется, большинство того, из чего он состоит, вещества, остается практически около лунной коры. Ну, и вот видите, как раз четверть кратеров образована на Луне именно падением медленных астероидов. То есть все, что в них сосредоточено, на поверхности распределено. Я хочу отметить, что есть астероиды совсем небольшие, допустим, целиком медные. Там меди столько, сколько сосредоточено на всей нашей планете. То есть один маленький такой астероид, одна малая планета нас обеспечит тем объемом меди тот же самый, сколько у нас на Земле имелось. Это, опять-таки, здесь пример медленного вот такого астероида кратера, который образовался на глубину 98 метров. Так, и вот мы с вами смотрим. Вот этот кратер, который я только что показывал, а внизу это размеры Московского государственного университета. Для сравнения вот два таких вот слайда, то есть сам кратер и размеры МГУ. Ну и что там в этом кратере может быть? Оказывается, 20 тонн чистого железа, 36 тонны никеля, 180 килограмм кабальта и 1 килограмм платины. В таком вот небольшом кратере уже мы можем найти столько полезных ресурсов. Ну, опять хочу сказать следующее, что вот видите, металлический астероид размером 1 километр, при падении на Луну со скоростью 10 километров образует кратер диаметром 20 километров и глубиной 732 километра. В принципе, я говорю еще раз, то что в таком кратере можно вести разработки этих полезных ресурсов. Опять-таки, вот видите, диаметром 20 километров кратер. Ну и, разумеется, расчеты наши в том числе показывают, что вот в таком кратере содержится уже 915 миллионов тонн железа, 6 миллионов тонн никеля, кабальта, так, 0,33 миллиона тонн и 1650 тонн платины и платиноидных таких соединений. Это, в принципе, запасы на нашей планете, на многих, в общем-то, странах, такого даже и не присутствует. Ну, я хочу сказать следующее, что вот все вот эти вот кратеры, ударники, это образовались, еще раз говорю, за все существование нашего естественного спутника. Существует пять концепций образования Луны, так, которые, в общем-то, имеют возраст где-то 3,8-3,9 миллионов, миллиардов лет, извините, но я хочу отметить, что как Луна образовалась, никому неизвестно. Есть несколько, еще раз, подходов. Один подход, то, что Луну выбил тот же ударник размером с Марс, другой подход, то, что, в принципе, образовалась Земля и Луна единовременно. Следующая теория говорит о том, что Луна была захвачена притяжением нашей планеты. И даже такая теория есть, что Луна — искусственное образование. Кстати, об этом в последнее время достаточно много также стали говорить. В США там у них все просто. Они взяли и, допустим, зафиксировали какая-то фирма, что они будут заниматься как раз получением полезных ресурсов на нашем естественном спутнике. Вот, пожалуйста, частная фирма Мунэкспресс. И, разумеется, вот здесь мы с вами увидим уже цифры, которые говорят, сколько же у нас стоит каждый астероид. Вот, пожалуйста, допустим, в Элью 2012 года астероид оценивается в сумму 87 триллионов долларов. Ну, вы себе представляете, что это такое 87 триллионов долларов. Так, а другие, вот тут поменьше астероиды, и 25 триллионов стоят, и 15 триллионов. Я еще раз повторяю, это совсем небольшие малые планеты. Можно сказать, даже маленькие. Но, тем не менее, они содержат вот столько полезных, в общем-то, для нас веществ. Ну, вот, здесь я как раз хочу еще обратить внимание на миссию, которая буквально в ближайшее время стартовала. Все вы ее, по крайней мере, по СМИ, может быть, многие слышали. Так, миссия психея, ну, все мы привыкли, психолог, психея, это душа. На самом деле, слово психея не существует. И называется и астероид малый, который тут справа плохо видно, но из-за освещения, здесь он приводится как раз. Называется астероид Сайке, и, разумеется, миссия тоже носит такое же название. И психологов там тоже нет, там психологи так называемые. Ну, вот я хочу сказать следующее, что как раз эта миссия направлена на исследование, ну, будем говорить по-нашему, психеи астероида. Он совсем небольшой, этот астероид. По большому счету, если сравнивать с другими астероидами, где-то 200 километров он в диаметре, ну, среднего размера, скажем так. Но есть очень важный момент. Он заключается в том, что, видимо, этот астероид в свое время столкнулся с другим астероидом, и тот другой разбил его внешнюю оболочку. И здесь осталось только ядро. Ядро железное. И вот как раз миссия направлена на то, она будет достаточно долго продолжаться. Здесь написано, что только в 1927 году достигнет этого астероида психея или сайкея. Но я хочу отметить, что вот Voyager был и так далее, миссии, которые на большие расстояния летали, там достаточно трудно космический аппарат запустить далеко. И поэтому следующая методика применяется. Подлетает аппарат к другой планете, вокруг нее раскручивается и с новым импульсом летит дальше. Вот Voyager раскручивался вокруг Юпитера, вокруг Сатурна, а здесь миссия психея, она раскрутится вокруг Марса и полетит дальше уже вот к этому астероиду психея. И самое главное, что достаточно низко, на 170 километров к этому астероиду, зонд подлетит для того, чтобы исследовать, сколько же там железа. И вообще, как эти астероиды внутри устроены. Опять-таки, цель какая? Освоение полезных ресурсов в космосе. Хочу сказать, что просто так никто деньги сейчас не вкладывает. Значит, это действительно важная проблема. Ну вот, а глава частной фирмы, опять-таки, Moon Express Inc. Заключили они там по подсчетам, что на Луне природных ресурсов содержится не менее, чем на 16 квадриллионов долларов. Ну, вы себе такую сумму можете представить, 16 квадриллионов долларов. Ну и теперь хочу отметить следующее то, что как раз в Казанском федеральном университете исторически мы здесь занимаемся также исследованием Луны. И Луна, я еще раз повторяю, с одной стороны всем известная, а с другой стороны очень даже неизвестная. Мы не знаем ее внутреннее строение, мы не знаем, как она образовалась. Вот видите, даже, может быть, и не у нас тут образовалась, а совсем в другом месте, как многие спутники, например, у Юпитера, которые вращаются в другую сторону, чем нежели обыкновенные спутники, которые идут как бы по часовой стрелке. То есть их Юпитер захватил в космическом пространстве. Ну и прекрасный, загадочный спутник, разумеется, единственный у нас, и все мы прекрасно на Луну смотрим. Также я хочу сказать следующее, что в Астрономической обсерватории, как вы знаете, проводятся ночные показы, где самое интересное, это посмотреть большой телескоп визуальный на нашу Луну, дорогую. Также я хочу отметить, что Луна это называется в простонародье. На самом деле, настоящее название у нее Селена, и поэтому все координаты лунные и так далее, мы пишем селенографический, селеноцентрический, то есть Селена, это как раз и означает то, что мы имеем дело с нашим естественным спутником. Также я хочу отметить, что Луной и вообще астрономией занимались в Казахском университете исторически уже более 200 лет, и поэтому я хочу отметить, что 10 кратеров больших на Луне названы именами именно ученых нашего университета. И, разумеется, названы кометы, названы малые тела, которые также летят в космическом пространстве. Но самое интересное то, что есть кратер Энгельгард, это основатель нашей астрономической обсерватории, и последняя миссия ЛРО, она определила, что оказывается, этот кратер самая высокая точка на Луне. Ну, это, наверное, не просто так, да? Оказывается, основатель Казанской обсерватории, самая высокая точка на нашем естественном спутнике. Ну, также, вот видите, кратер есть Литров, это основатель первой кафедры астрономии. Дубяга Дмитрий Иванович, ректор университета, и тоже сооснователь всех наших астрономических дел. Так, Краснов, он первый ряд геометрические Луны открыл. Ковальский исследовал различные астрономические объекты. Яковкин, первые спектральные исследования. Бонахевич, потом стал директором Краковской обсерватории. Белькович, опять-таки, ряд физических вибраций Луны. Нефедев, это мой отец, кстати, тоже большой кратер на Южном полюсе. Так, построил первые карты Луны. И хочу ответить, что как раз может быть около этого кратера и будет располагаться обитаемая лунная база. И кратер Энгельгард, о нем я уже вам сказал. Ну и, разумеется, сейчас началась битва за Луну. Она не сейчас началась раньше, но сейчас особенно это все проходит интенсивно. Ну вот, последние миссии лунные, Клементайн, Смарт, Кагуя, так, ЛРО, Граил. Все это было направлено на то, чтобы предварительно исследовать нашу Луну, дорогую. Ну и вот, видите, здесь сколько различных миссий подчеркнуто. И, разумеется, приводится Аполло, миссия американская. Ну, об этом, если кто-то спросит, мы отдельно расскажем. Но, тем не менее, я хочу сказать следующее, что первый все-таки лунный спутник, Луна-1, это был советский спутник. И на Луне тоже первыми оказались мы. И, разумеется, вот станция Луна-2 впервые достигла поверхности Луны в районе моря, а ясности бросила в импел Советского Союза. Ну и вот, видите, первая мягкая посадка. Вот сейчас она не удалась, Луна-25. А на самом деле мы уже, наша страна, мягкую посадку на Луну осуществляли. Вот такая вот была станция. Ну и, разумеется, луноходы. Луноход-1, луноход-2 на Луну были заброшены. Ну, вы скажете, они маленькие такие, большие. Вот, пожалуйста, я стою, луноход-3 рядом с ним. Его, к сожалению, на Луну не доставили. Но вот такого-то размера были приборы, доставлены в Советском Союзе на Луну и успешно выполнили там свою работу. Я хочу сказать следующее, что это не менее сложно было, чем доставить туда астронавтов. Тем не менее, астронавты на Луне присутствовали. Сколько не говорят, что вот, там сняли в Голливуде что-то, не так, не эдак, флаг не развивается. Да, может быть, действительно это было. Потому что в те времена, когда это все осуществлялось, калькуляторы были самые примитивные. Снималось все на такую пленку, скажем, которая могла быть засвечена тем же солнечным излучением. Но на Луне были установлены уголковые лазерные отражатели, которые уже более 40 лет наблюдаются. И мы, лично я, обрабатываем эти данные и получаем очень важные результаты. То есть, кроме как человеку, там эти уголковые отражатели установить было некому. Ну вот, опять-таки, здесь мы с вами видим человек на Луне. Вот как раз про этот флаг все время и вспоминают. Ну, еще раз говорю, может быть, может быть, но тем не менее. Вот опять-таки первые шаги. Вот на таком аппарате, на такой конструкции по лунной поверхности американцы ездили. Ну, видите, привезли на Землю 42 килограмма лунного вещества. Я хочу отметить, что наши автоматические станции привезли тоже где-то вот в таком же размере количество лунного грунта. Это очень было важно исследовать, из чего же наш спутник, естественно, и состоит. Ну вот, здесь приводится пример лунного грунта. Опять-таки, вот в таком как бы аспекте это все имеется. Я хочу отметить, что если кто-то хочет посмотреть на метеориты, которые, в общем-то, прилетели именно с Луны, можно сходить в геологический музей Казанского федерального университета, там в разрезе как раз вот эти вот метеориты также даны в определенное время пользования. Ну, вот первый шаг на лунной поверхности. Хочу отметить, почему первый и вечный. Потому что он наступил, и этот шаг будет там сохраняться вечно. Потому что там нет ни ветра, нет там ни атмосферы. Все это можно потом посмотреть, были они там или не были. Ну и, разумеется, вот опускались астронавты. Вот на таком модуле мы с вами видим вот такая конструкция. А чтобы более предметно на него посмотреть, вот я стою около него. Это в техническом музее в Лос-Анджелесе. Так, очень интересный музей, там все это как раз присутствует. Вот в таком модуле как раз они опускались на лунную поверхность, а потом успешно поднимались к космическому кораблю и отправлялись уже на Землю. Ну, там очень много было тоже, в общем-то, артефактов. И, как вы знаете, Аполло-13 чуть не погибли. Дело в том, что произошел взрыв кислородного вот этого аппарата, который вырабатывал для дыхания воздух. И все вышло в кабину. Что делать? Ну, в это время Аполлон-13 зашел за Луну и на Земле растерялись. Чем же это дело все закончится? Потому что беда заключается в том, и здесь, и на подводных лодках, которые вплыть не могут, умирают не от того, что воздуха не хватает, а из-за того, что выдыхают свой углекислый газ. То есть травятся тем, что мы выдыхаем. Хочу отметить, чтобы вы знали, один наш выдох компенсируется лесным фондом мира за 32 года. Что я хочу отметить? То, что они сделали следующим образом. Когда уже Аполло-13 выходил из-за диска Луны, они поменяли маршрут и делали это так. Забирались вот в этот модуль, туда запускали воздух, закрывали все двери, дышали. Потом все опять-таки через шлюз выбирались опять в корабль, все выпускали в космическое пространство, из кабины опять туда загоняли воздух, опять забирались, и так долетели живые до Земли. Вот видите, какие интересные вещи получаются в космосе. Но я хочу отметить то, что все российские миссии будущие есть представлены. К сожалению, Луна-25 была неудачной, но Луна-26 и Луна-27 сейчас активно разрабатываются. Вот Митрофанов Игорь Георгиевич возглавляет сейчас лунный проект, пригласил меня, кстати, быть оппонентом моего ученицы. Вот в декабре защита будет как раз по этой миссии Луна-25. Но я хочу что сказать. Вот Луна-26 и Луна-27 как раз называется Луна-ресурс. То есть эта миссия направлена на то, чтобы выяснить, какие ресурсы присутствуют у нас на нашем естественном спутнике. Что я хочу отметить? То, что Луна-26, это просто будет как бы вращаться вокруг Луны, а Луна-27 должна прилуниться и определить, что же там можно добывать. И в первую очередь определить, есть ли там вода и сколько. Ну, тут мы с вами видим, что это новая, видите, такая как бы линия, что Луна-25 в 23-м, а Луна-26 в 27-м году должна полететь. Работы не прекращены, они идут. И я уверен, что Луна-27 это уже будет удачный наш проект. Ну, я хочу опять сказать, здесь на данном слайде перечислены те миссии, которые к Луне были направлены до всех вещей к планетам того, что сейчас происходит. Но планет у нас много. И разумеется, практически к каждой из этих планет была уже направлена космическая ракета. И к Меркурию, и сейчас вот есть очень важный проект направления уже к Солнцу, такой вот миссии, узнаем наконец-то, как на самом деле оно работает. И к Луне достаточно большое количество миссий было. Ну и разумеется, к большим планетам. Это и Юпитер, и Уран, и Сатурн. Все это происходило. Но вот здесь мы с вами видим опять Аполло-миссию. И, значит, спутники Солнечной системы. Почему они востребованы для исследования были? По той причине, что считается, что когда Солнце сейчас через какое-то большое количество лет, конечно, будет расширяться, на Земле будут созданы условия, непригодные совершенно для жизни. И мы с вами попадем, например, вот на спутник Юпитера-Калиста. Ну не мы с вами, конечно, а наши, как сказать, поколения будущие. И там растает лед, и создадутся условия, которые, в принципе, годны для проживания человека. Но я хочу сказать, вот сейчас много говорится о Марсе. И вот Маск все время заявляет, что скоро мы полетим, все будет хорошо. На самом деле никто туда не полетит, кроме роботов. По той простой причине, что человек в космосе, к сожалению, погибнет достаточно быстро. И даже не по той причине, что там невесомость. Это тоже приводит к тому, что отмирают органы у нас, потому что нам требуется гравитация. Но самое главное, там солнечный ветер, солнечная радиация. И, разумеется, эта солнечная радиация больше двух-трех недель нам находиться в открытом космосе даже в ракете не позволяет. И хочу отметить то, что считайте, что это ядерный взрыв, который происходит рядом с вами. Ну приблизительно такое сравнение. Вот сейчас как раз эти все сияния, которые наблюдаются, это ни о чем хорошем не говорит. Это говорит, что магнитное поле Земли почему-то ослабло. И эти частицы, заряженные для нас, я еще раз повторяю, представляют смертельную такую как бы угрозу. Ну и заключение здесь написано, что в Казанском федеральном университете проводятся очень интересные и важные исследования и Луны, и спутников с использованием уникальных телескопов, которые есть в Казанском федеральном университете. И два случая я хочу рассказать, пока время есть. Первое связано, ну, наверное, знаете, кто это? Ну вы-то знаете. А многие не знают, потому что был случай достаточно недавно. У нас есть такой журнал «Огонек большой», который был подарен Роскосмосом представителями. И в этом журнале как раз на первой странице «Большой портрет Гагарина». И спрашивает наш экскурсовод, там приехали ребята из школы, где-то класс 12-й, знаете, кто это? Молчание. Молчали-молчали, а потом говорят, похож на Бреда Питта. То есть я хочу отметить, что, видите, то, что идет астрономик в школе, вернее, сейчас ее восстановили, она опять убирает, приводит вот к таким вот прекрасным результатам. Так он как раз был в Казани и согласился, чтобы его именем дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова был назван планетарий Казанского федерального университета. Он носит его имя, все это официально оформлено. Ну, как он выходил в открытый космос, у нас времени нет, это отдельная история, но тем не менее он рассказал, что вообще-то готовилась лунная миссия Советским Союзом. И возглавлять эту миссию должен был как раз Леонов. На Байконуре был построен космический корабль, он там сейчас и лежит, и все было бы хорошо, и мы были бы и на Луне первыми бы, но случилась трагедия. Умер Королев Сергей Павлович, и что произошло? То, что проект остановился, и американца опередили, а потом уже политбюро решило, что это огромные деньги, там практически бюджет штатов на это все расходовался, решили, что давайте лучше будем луноходы запускать, обойдемся малой кровью. И вот этих вот, скажем так, полетов у нас до Луну, к сожалению, обитаемых человеком не состоялось. А так, в общем-то, очень переживал Леонов, он об этом говорил, что говорит, вы знаете, ну, прям вот сердце кровью обливается, мы должны были бы там быть первыми, тоже на Луне в том числе. Ну и здесь вот мы как раз стоим еще с одним космонавтом, тоже некоторые, наверное, узнали его, это Гречка Георгий Михайлович. И, разумеется, это последний слайд мой, это мне показывает, что я должен заканчивать. Я хочу рассказать, все время эту историю рассказываю, и вам ее тоже, по освоению космического пространства. Когда Гречка был командиром команды, которая полетела на станцию Мир, это околоземная станция, то для того, чтобы там скучно не было, захватили фляжечку, чего? Коньячка. И пока фляжечка была полная, они этот коньячок как бы отпивали чуть-чуть. Но когда жидкость там уменьшилась, невесомость, она перестала из фляжки вытекать. Пытались ее сжать, как тюбик, не получается, поэтому мы ее закрутили, и там, говорит, спрятали и улетели на землю. И Гречка говорит, какое же было мое удивление, когда командир следующего экипажа пролетел и сказал, спасибо за коньяк. И вот он задает вопрос нам, как раз на конференции здесь он был в 2009 году, как они выпили коньяк. Ну, начали формулы писать, знаете, все же мы умные очень. Но российскую смекалку никто не мог формулами определить. Выпили так. Один из членов экипажа присасывался к фляжке коньяка. В это время другой давал ему подзатыльник, тот летал вперед, и порция коньяка заходила в рот. Так с помощью подзатыльников коньяк и допили. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова